Влажная уборка несколько раз в день, общение с пассажирами строго в масках. На Ульяновском автовокзале с 16 марта действуют обязательные меры по профилактике распространения коронавируса. Мы обрабатываем жавель солид раствором, обрабатываем жесткую мебель, поручни, двери и касса автовокзала, где идет контакт с пассажирами. Дезинфицирующее средство на основе хлора не имеет резких запахов и убивает все возможные вирусы на 100%. Обработка производится не только в залах автовокзала, но и в самом общественном транспорте. Мы обрабатываем перед выездом салон, раствором хлорки, все протираем, все так должно и быть. То есть это разовое получается? Нет, 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 нет. Каждое утро, каждое утро и вечером мы приезжаем с рейса, нас ждет уборщик и начинает санитарную обработку. Средство жавель, герой большой дезинфекции в трамвайном депо. Еще с 1 марта вся влажная уборка трамваев, мытье поручни, стекол, обшивки, сидений и полов производится этим раствором. Это средство нам порекомендовал Роспотребнадзор, согласно инструкции, как обрабатывать, как разводить и как наносить, мы работаем. Пока идет полная дезинфекция общественного транспорта, в аудиториях ульяновских вузов погасили свет. Рекомендацию Миноборнауки о переводе студентов на дистанционное обучение поддержали сразу два университета, технический и опорный. Следом подключились и остальные. В аудиториях технического университета сегодня полная тишина. Все занятия приостановлены. Три дня каникул для студентов и три дня упорной работы для преподавателей. Задача – организовать дистанционное обучение. В настоящий момент времени каждый факультет разработает свои предложения, будет объявлен общий регламент по университету. И с 19 числа университет начнет работать в новом режиме. Вслед за старшими товарищами на домашнее обучение переходят и школьники. Сергей Морозов на своей личной странице в социальной сети объявил, до конца недели все школьники и студенты среднеспециальных учреждений переводятся на дистанционное обучение. Максим Бажанов, Бахтияр Салтанов, Валерий Клочков, репортер 73.